Я вовсе не мечтала ни о чем кротом Пока вы спали, я копала, совершая ход кротом Ход кротом я делала ход кротом Пока вы спали, я копала, не ведая, что будет потом Давно прошу Сашу поймать крота Вот, собрался ловить крота, когда у него виноград подрыли Надо было сразу с винограда кроту начинать Короче говоря, борьба с кротами возможно только одним способом Как я по личному опыту убедился Это только механическое истребление Всякие там отпугиватели вибрационные, ультразвуковые Травление кротов охлопными газами Залитие их водой из шланга Это все не работает абсолютно То есть вообще На наших кротах Значит, что еще там, такие варианты, как установка металлических штырей С такими ветровиками, которые якобы создают вибрацию в почву Передают, кроты разбегаются по сторонам в ужасе Все это фигня Как я, исходя из своего опыта 10 лет борьбы с кротами Могу сказать, что поймать их можно только ловушками механическими И уничтожить, умертвив, так скажем Значит, смотрите Давно я хотел вот эту особь выловить Но не было подходящей лунки Не подходящего хода для этого И вот раскопал я вот такой же пригорок Вот здесь, да И смотрите, что мы здесь видим Два входа Так, в общем, для того, чтобы нам поймать этого товарища Нам нужно найти место, где у него сквозной проход Не единичное отверстие из земли Которое там он нарывает для того, чтобы подышать Видимо, не знаю для чего, в общем А именно сквозной проход Вот здесь вот был бугорок Я его аккуратно раскопал И мы видим, значит, два отверстия Да, прохода его В эту сторону и в эту сторону Вот в эти отверстия нам нужно вставить вот такую механическую ловушку Продается она в обе В магазине сетевом Только там я такую видел Значит, естественно, такую сложную конструкцию мы сами не умеем делать Поэтому она импортного производства Но суть не в том Значит, вот такая вот здесь подпружиненная штуковина Которая цепляется вот за этот крючочек Вот здесь вот есть углубленица небольшая Вот так мы ее зарядили Значит, вставляем мы ее в отверстие, в проход, где крот перемещается Он, крот, перемещается по уже ранее сделанным проходам И собирает упавших сверху червяков Там жуков, ну все подряд Значит, он у нас заползает сюда, гребет лапами Упирается в этот язычок И ловушка срабатывает Ну, конечно, жестоко, да, он погибает Но по-другому вы от него никак не избавитесь Крот милое создание, конечно Но он не ест ни корни, ни ваши растения, ни картошку не сгрызает, ничего Он питается исключительно жуками, пауками и червяками Вот, но его вред в чем? Он подрывает корни И у вас растение, получается, висит в воздухе Вот К сожалению, вред он наносит тем самым И получается, что мы вынуждены его истреблять Хотя это безобидное вроде бы животное Вот, поэтому вот сейчас мы, смотрите Давайте заряжаем с вами вот эту вот вторую Одну я уже поставил Я с другой стороны тогда обойду показать, как ты стоишь Заряжаем, значит, мы вот эту ловушку И так довольно-таки это непросто сделать Крепкая? Да Вот Чтобы прям на краешке было Берегите Вот пальцы вот так вот, да, может быть То есть вот Вот так вот, если, да, поставить До самого конца Она может не сработать И да, кстати, она не всегда срабатывает Крот может ее обойти Он может ее, как бы, значит Привести в выстреленное состояние Но не попасться То есть не всегда То есть не с первого раза вы поймаете это хитрое умное животное Вот, вот так вот мы заряжаем Видно, да? Все, и аккуратно вот сюда вот в проход внедряем Вот, теперь, смотрите Установить надо так, чтобы не щелкнула она Теперь мы Где эти самые мои электроды? Вот, теперь мы Вот это кольцо я фиксирую Электродом Чтобы, когда крот пойдет Навстречу, да Не сместил Нашу ловушку Вот так Одну И вторую И вторую Вот, все То, что земля здесь нападала Это не имеет никакого значения Он заново будет здесь проходить Ее зарывать, разрывать И должен, по идее, попасться Если нам повезет, он попадется с первого раза Если не повезет С третьего, четвертого, пятого он все равно попадется Вот И все так вот ведром накрытым оставляем? Так ведром оставляем, да Следующий контроль у нас уже через ночь Они ночью в основном попадаются Заряжать надо Чистыми руками Без запахов У них очень острое обоняние У кротов Поэтому они могут просто не пойти Вот Пророют рядышком где-нибудь в другом месте И все Вот Чистые Без запахов Да Сами эти ловушки нельзя ни в коем случае Ни в каком масле хранить Ни в чем Нет, ни в масле Не обрабатывать ничем Там, ни мылом их мыть не надо Вот как они в земле валялись у вас Вот я щеткой металлической почистил Кстати, не сказал важную вещь А я добавлю, что от кротов надо пытаться избавиться В начале лета Потому что когда они еще не успели сделать кладки Вырастить своих кротят Потому что к середине лета уже У вас это будет не один крот, а 40 кротов Когда мы начали бороться с кротами Значит, в первое лето я 16 штук поймал на участке Каждое лето я ловлю где-то в районе 5, наверное И это бесконечные процедуры Каждый год Особенно осенью они активизируются перед заморозками Ну еще учтите, что у нас березовая роща Вы понимаете, что здесь раздолье для кротов И само собой, что их здесь немерено И к нам они приходят за червями Что он сделал? С виноградом своим? Да Какое счастье, что с виноградом крот что-то сделал Иначе бы так и не ловили бы его О, нарень Ну, здесь уже вот он проходил опять Я залил Я стал поливать виноград И у меня вот туда вот все ведро так вот Ух, в бездну Там было два дупла вот, наверное, такого диаметра И куда это все уходит Вот он подрывает корни А у меня вот такая история Чем червей больше, тем больше кротов у вас будет на участке Если нету сеток никаких защищающих снизу То, конечно же, это будет Ну, тут, знаете как Потеряю опять луковица Остальное вырастет хорошим Или ничего не вырастет Тут разница большая есть Ну, не знаю, короче Выбор за каждым Вот у меня клубника молодая В середине Где сейчас вот эти вот Лук, анзур Цветет У меня в середине траншея Которая полностью заполнена компостом А по бокам посажена клубника Ну, как бы я и так делаю, сажаю И вот они прямо просто Ну, уже изгаляются Эти кроты здесь Под причиной того Что червей там похоже просто рой И вот этот вот загиб Я думаю, что корни, вот видите, висят У этого лука, анзура Поэтому желтеют листья Он его, такая, собака Весь подрыл тут, все Вот здесь куст был Вот его нету, все, видите Клубничный Хотя так, вреда от него, конечно, нет А, все, тащит ловушку Вот я другую принес Чтобы на это наглядно уже показать Вот эта штука, значит, да Вот эти поверхности Где язычок перемещается Вот этот вот, да Должны быть гладкие Чтобы не было заедания Вот я это уже использую лет Пять, наверное, эту ловушку Соответственно, она ржавая вся Перед тем, как ее поставить Я вот так зачищаю Чтобы вот здесь не было заеданий Иначе она не сработает То же самое касается вот этого места Понятно, да, какое место? Если, конечно, вы новые приобрели Этого делать ничего не надо Вот это место Ну, еще раз Где вот фиксируется Вот этот крючочек Оно должно быть тоже Без Без заеданий Вот, все И Привет кротам Ну, еще раз добавлю Никакое в лимонной кислоте Вымачивание Никаких средств от ржавчины Ничего такого Эта идея имеет запах Крут не пойдет в ловушку с запахом В ржавую, ты думаешь, пойдет, не пойдет А с запахом однозначно Он повернет 100% Даже новые ловушки, когда вот я приобретал Они все-таки Промасло Пахнут чем-то, да, маслом Я их мыл с мылом И они у меня лежали сутки где-то проветривались Потому что на запах крот не пойдет Так, ну, к сожалению, продолжается наша охота на кротов Вот этот вот наш установленный капкан В его ход не сработал Он не пошел больше по этому своему туннелю Поэтому ищем новые места А их, благо, немерено он нарывает В общем, большой ущерб нам наносит Лена говорит, что морковь подрывает Вот, ну, самая, конечно, его большая ошибка Это вот, сейчас покажу Это мой виноград он побеспокоил Вот здесь, прямо возле Это у нас Саммерсед Сидлис Он такую кучу нарыл Огромную И я раскопал ее И как раз это вот именно то, что нам надо Это его ход сквозной То есть мы имеем две норы Вот в эту сторону и в эту И вот я надеюсь, что здесь Судя по тому, что здесь этот холм появлялся три раза Я его заливал водой Думал, что поймаю я в том месте его Но там не получилось Поэтому надеюсь, что здесь нам удастся его изловить Я думаю, что он не один здесь Поэтому будем ставить ловушки какое-то время Помимо этого места Я накрою это сейчас ведром Помимо этого места мы еще Сейчас скажу, сколько Три или четыре ловушки поставим Сейчас покажу быстренько Вот здесь вот попробуем его поймать Но здесь мало у меня надежд Потому что с одной стороны я ставлю Ловушку С другой стороны не могу поставить Она там где-то в грядке глубоко Посмотрим Может быть он с другой стороны пойдет Вот еще одно место Здесь тоже не сквозной проход Поэтому надежд на вот такую установку мало Ну и последнее место, куда мы поставим Одиночный капкан Это вот в эту норку Тоже не сквозная Не вижу второго хода Видимо просто он сюда вылезает подышать Ты специально выбираешь гряду, которая не полота Чтобы все видели О! Что ты думаешь, попался? Не знаю Вот холм Холмик есть То есть он нагребал впереди себя землю Ну что, смотрим? Давай Сейчас не будет, не знаю, кровавого месива-то никакого Нет Тут все аккуратно Ты не боишься, что он тебя? А-а-ха-ха-ха Нет Понял, он тебя провел Смотри, он подкопал Под ней? Под ней, да По всей видимости Слушай, ну значит он здесь ходит Ходит Значит надо повторно Значит мы его будем ловить дальше А-а-а У него вон еще ниже нора Оказывается тут идет То есть как вот здесь сложно поставить Она вниз уходит и в бок уходит То есть вот туда и туда То есть он просто не дошел до ловушки Прошел Саша, он мне здесь 15 уже чесноковин подрыл Ну вот здесь сложно, значит, будет его поймать Давай, ладно, оставляем эту Посмотрим другие ловушки Ты сколько ловушек ты установил всего? Чего? Это зараза Нет, ты посмотри опять, Саш Опять он мне лук подрыл Опять Как он меня задрал этот крот Чего там? Не сработало там Не сработало? Здесь не сработало А ты здесь ведром тоже накрывал? Нет, я там не накрывал Так, вот иди сюда Конечно, у винограда Так, вот тоже мы видим, да? Земля Свежая Нарытая Ну, смотрим Так, что мы здесь видим? Сработало, но не попался Видно, да? Угу Не попался Может быть его прибило, кстати, все равно Не знаю Технически может быть такое? Может быть чуть-чуть его Пощекотало Здесь тоже сработало и не попался Смотри, какой зараза Опытный крот Ловкий, а? Видать, с того года Лопатку возьми мою Ты видишь, какая бабочка безумная летает? Ты посмотри Красивая Очень Это не капустница Нет? Нет Она как раз по винограду, судя по цвету Черная с белым Давай, без этих Намек Из синуации Так, ну что, вот мы один день мыли Это все А сегодня будем мыть там все Угу Не успела я вчера там ничего вымыть Короче, сегодня Так, ну а пока пойдемте смотреть кротов Нас бабочка ведет, эта большая Какая крупная, слушай Вот она Все, улетела Да, пошли кротов смотреть Ну что, смотрим? Делайте ставки, господа Нет Никто не попался, никто не проходил Ловушки заряженные А здесь можно, Саш, полоть? Полоть можно Или не обрушится там земля, это на той ловушке Так, мы поставили сколько? Шесть штук Здесь две Еще четыре Я поставил старый, слышишь, шкод? Угу И в один новый, когда я понашел, тоже поставил Хорошо Так, смотрим Так, вот здесь вот кто-то проходил А просто мимо проходил или там гости зашел? Будете мимо, проходите, называется Мимо 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 Слушай, он очень опытный Мне кажется, что это Многолеточка какая-то Слушай, так да, такую неудачу я еще Но у меня есть версия, почему? Почему? Потому что мы снимаем видео А, ну это безусловно Ты посмотри, обошел он здесь Какой раз? Второй раз здесь обходит уже? Второй раз, да Ну все, здесь нет смысла ставить больше Но надежда осталась последняя Вон та ловушка Она новенькая, под ведром Обходи с той стороны, я с этой останусь Нет, ну ты посмотри Он второй раз здесь обошел Как так? То есть он здесь был И не попался Ну что, поехали Обрушено? Нет Походим, он здесь Даже не был Хотя этот сработал Вот он Есть Крот Блин Ты молодец А там давай второй И у меня обморок прям будет Нет, нет, никак Слушай, он все-таки попался Так, ну все, одного поймали Но это не значит, что мы расслабиться должны Потому что я думаю, что он не один здесь Какой он толстый А посмотри-ка, только лапу придавило-то, да? Даже Пашку-то не придавило Я думаю, его всего прихлопнуло Просто он пытался выбраться и вот так вылез Давай-ка его отсюда Вот моя добыча Вот это твой обед будет Заодно Хорошо О, Клюзик, все, что поймал, все твое Ну все, мы довольны, мы его поймали Но я думаю, что их здесь несколько Поэтому, в принципе, как бы мы объяснили, как это делается Да, с помощью вот таких ловушек Вперед, держайте, приобретайте, ловите Я буду сюда еще их устанавливать сегодня И у меня заряженные останутся вот в той лунке, да? И еще третья вот эта Сюда, вот сюда не буду стоять Потому что нет смысла Он прокопал ниже ход И поэтому не поймаем его там Вы чувствуете сами Мир тихонько трясет До семимильными шагами Под землей шагает крот Крот идет Это просто крот идет Крот идет И скоро будет новый переворот Субтитры сделал DimaTorzok